Всем привет, уважаемый зритель, это снова летсплей 2 перца, перец левинг и перец таточка. Левинг? Здравствуйте, друзья. Да, мы в Твилайте находимся, внутри прям сразу же, вот мы начали здесь серию. И такая моя сейчас, как сказать, цель сегодняшнего серии, это хочу найти гном, который ржут тут где-то в стене. Я хочу их найти и надавать им люлей, ну и лещей, ну и леща. Мы считаем, что они смеются над нами, поэтому мы решили их убить. Да, да, а Левинг хочет поговорить сегодня на одну интересную тему. Левинг, рассказывай. Конечно, всегда он хочет. А мы с тобой решили обсудить тему, на которую у нас побоялись прийти гости, да, все-таки? Ну да, скорее всего, да. Дело в том, что мы сегодня с Левингом честно обшарили все заявки на съемки, и никого там не было. О, я слышала ржа. Да, да, я тоже. Где ты, скотина, рожь, там, основной? Вот, и, собственно говоря, решили мы обсудить с Левингом. В процессе между охотой на гномов мы хотим судить маты. Да. Великий русский мат, как некоторые его называют. То есть, с одной стороны. Да что ж ты будешь делать? Ты слышишь же, да, их? Да, я слышу их, они где-то здесь. Они-то там, в стене. Вот я и хочу туда копать. О! О! Тут какая-то каверна. Да. Нельзя копать под себя, да, я слышал? Да, это очень плохая. Вот, за тобой гном. Тут целая толпа гномов, если честно, на одну меня. Так, я не вижу уже. Ну что, как ты думаешь, делаем ставки? Сможем мы поговорить про маты и за нашу телу? Ну, попытаемся, попытаемся, почему бы нет. По крайней мере. Гномов же здесь не бесконечное количество, правильно? Я очень надеюсь, что их не бесконечное. А бывают спаунеры гномов? Я не видела. Вот я лично своими шарами не видела. Более тогда конечное количество гномов, очевидно. Так, я еще одного гнома нашла. А, нет, это зомби. Так вот, что можно сказать про мат? Ну, в общем, прежде всего, почему мы, да, решили это обсудить? Потому что сначала законопроект, а сейчас вроде как уже я где-то слышал, что его приняли уже и действительно вступит в силу все то, что связано с нашим обсуждением. То есть запретят мат в СМИ, но более того, не только в СМИ, но еще и, как говорят, даже нельзя будет использовать мат в интернете. Ну, естественно, там будет определен, точнее, наверняка уже определен список запрещенных слов, но это ничего не меняет. Туда, очевидно, войдут все основные корни, которых как... О, слоны! Ну, ты их слонами называешь. Так, кобальт. А где вот, интересно, другое? Где это вот знатоки, которые списки составляли, все вовсе у них хватались? Кто определяет? Да, то есть это же надо, простите меня, разбираться в мате, чтобы составлять такие списки. Причем, скорее всего, очень хорошо разбираться. Да, причем профессионально, простите меня, уровни, если вы понимаете, о чем я. Так сказать, не на любительском, а на профессиональном. Мы, кстати, сейчас, видишь, вернулись туда, где уже были, помнишь? Да, и, кстати, мы здесь с тобой не добыли еще, здесь смотри, сколько всего здесь. Да, и здесь было у нас... первое скопление гномов было как раз в этом месте. Но у нас тогда была как раз экшн-серия, понимаешь? Поэтому нам не до этого было. Да, это вот ровно предыдущая серия. Там должен был быть экшн, там было не до добычи. Так вот, возвращаясь к мату, собственно говоря, мы хотели обсудить, почему мат запретили. Ну или, ладно, решили запретить, потому что я еще, к сожалению, не уверен, действительно ли запретили мат или нет. Потому что как-то вот я нахожусь вне информационного, во всяком случае, телевизионного поля, поэтому сложно как-то мне за этим всем уследить. Вот те крохи информации, которые до меня были донесены, которые я сам нашел в интернете, я, в общем, их и пытаюсь донести вот до вас сейчас в этом видеоролике. Но мат, вот смотри, вот давай тогда, Таля, с тебя начнем. Давай сначала определимся. А, определимся с тем, что ты против или за запрещения, да. Мне кажется, с этого стоит еще разговаривать. Я за запрещение. Вот на самом деле за. Вот честное слово. Ты против запрета. Потому что, понимаешь, в России я не против запрета, против матов, да. Я против мата. Но я против запрета как такового, потому что в России, к сожалению, очень часто вот под такими гидами проворачивают всякие схемы мошеннические. И еще чаще, что вытворяют в России, в России запрещая что-то вроде бы мирное и полезное, да. Ну, в плане, что запрещая ради пользы и ради мира на земле, в итоге власть таким образом лишает возможности самовыражения какого бы то ни было рода оппозиции, оппозиции для власти. Выражусь совсем по-понятному, различными законами против матов, против каких-то там еще вещей, против собраний. Помнишь, недавно закон против собраний приняли? Против религии, оскорбления, чувств верующих. Да, понимаете. Там даже не против религии, там оскорбления чувств верующих. Чувств верующих, да. Это формулировка гениальна. Зрители и слушатели, очень часто под эгидой таких законов власть производит законы, как сказать, проводит такие законы, власть просто делает таким образом ход конем и не давая возможности оппозиции к текущей власти каким-то образом выразиться. То есть, грубо говоря, нет... Выразиться согласен, формулировка правильная. Не дают возможности выразиться. Да, то есть... Крепко выразиться. Вот в каком-то смысле. Нет, я про то, что, понимаешь, то есть принимается закон о матах, да, и в этом законе сказано, что власть может запретить какой-то сайт, если сочтет, что на нем есть информация такая-то, такая-то, такая-то или секая-то. Я вот о чем, понимаешь? То есть на сайте этой информации может не быть. Другой немножко закон, да, но да, это тоже проблема, я согласен. Проблема в том, что на этом сайте этого не может быть контента, да, а сайт запретили. А почему? А потому что сайт был оппозиционный. Ну, понимаешь, тут на самом деле это сложно вот так обсудить, потому что мы обсуждаем вот это в сослагательном наклонении, потому что мы с тобой, очевидно, там, с этим не сталкивались конкретно. Мы не можем, я, по крайней мере, не могу на основании, там, собственного опыта рассказать о том, как происходит, там, процесс запрета какого-то конкретного сайта и насколько сложно этот запрет снять. Так, давай выбираться отсюда наружу. Да, вот я тоже понял, что надо бы нам уже как-то выходить отсюда. Здесь, конечно, у гномов хорошо, но они очень жадные. Мы оконечно выбили все гномов, которые здесь только были. А тут какая-то деревянная конструкция. Больше никто хихикать не будет. Слушай, какой-то сундук стоит. Пустой. А что за вот здесь деревянная конструкция, обратите внимание? Где вода? А, так это моя, блин, конструкция. Мы просто обошли по кругу. Мы там были. Это моя... Это я здесь деревом затыкал воду. Точно-точно. Мы в прошлой серии вот здесь как раз начали. Ага, так, и как мы отсюда с тобой выберемся в итоге? Как, ну мы можем пойти к нашему подъему наверх, а можем выйти вот здесь. Так, это мы к нашему старому порталу. Так, подожди. Мне хотя бы отсюда отсюда бы выбраться. Хотя бы к старому порталу. О, старый портал. Пойдем. Тогда здесь от старого портала можно же выбраться наверх, а потом и... Ну да, я вот это и хотел предложить. Так, ну, собственно говоря, пойдем. Ну, давай хотя бы им воспользуемся, да. Ну так вот, по поводу мата. Я согласен, что, как и любой другой спорный особенно закон, даже не столько спорный закон, но закон, который предполагает там расплывчатость формулировки. А в России законы все такие? Да, вот, к сожалению, это так. Но это, понимаешь, это другой разговор, потому что тут же я хочу сказать, что вне зависимости от того, хорошо этот закон или плохо будет сформулирован, это понятно, что закон, он должен быть сформулирован так, чтобы невозможны были разночтения, чтобы он трактовался, ну, каким-то конкретным определенным образом, чтобы его нельзя было трактовать там в пользу кого-то или против кого-то. Вот, закон, естественно, должен быть составлен правильно. Я же говорю о том, что, на мой взгляд, запрет матов, по крайней мере, в СМИ, я, честно говоря, я не согласен с тем, что мат должен быть, ну, по крайней мере, там, не знаю, повсеместно запрещен в интернете, потому что я думаю, что тут речь не о том, что я считаю, что там... Но ты при этом за вот этот вот запрет. Да, я за запрет матов в СМИ, потому что именно так, насколько я знаю, называется этот закон. Но он заденет, понимаешь, не только СМИ. Он заденет. Тут опять мы сталкиваемся с расплывчатой формулировкой, собственно говоря, что такое СМИ. Понимаешь, дело в том, что этот закон заденет и простые сайты в интернете. К сожалению, он заденет всех тех, кого нужно будет задеть. Но еще раз повторюсь, что это, как бы, это уже другая немножко проблема. Хорошо, а скажи, пожалуйста, вот этот закон, он заденет не только СМИ, он заденет, например, еще и... Ютьюб. Фильмы. Фильмы. Старые фильмы. С фильмами, конечно... Простите меня, в некоторых фильмах из песни слова выкидывать нельзя. Нельзя настолько... Да. В принципе, нельзя трогать, потому что... Это проблема, действительно. Да, то есть, например, вот я тут смотрела ролик в новостях про этот закон, и там в этом ролике процитировали фильм, старый, 30-х годов. И мне просто понравилось выражение, что журналистка, которая делала этот ролик, она, соответственно, по этому закону, да, то есть демонстрирует закон, она запикала все лишнее и говорит, что... И теперь попробуйте понять, что там говорили, о чем там говорили люди в этом фильме, да? Да, да. В старом, за 30-х годов. И насколько это не похоже на морзянку. А это натуральная морзянка. Я согласен, что... Ну, тут, понимаешь, опять мы возвращаемся к тому... Помнишь, что ты давно тебе еще рассказала такой маленький анекдот, да? Папа купил новую Lada Priora, и с того, что папа сказал в сторону своей машины, я понял только один глагол колотить им. Да, да, да. Так вот, ну... Ух ты, ничего себе, ты что это такое срубил? А, понятно. То есть столько древесины сразу нападало. Ну, мы, смотри, мы все равно возвращаемся к тому, что... Что у закона может быть неверная формировка. Да, я согласен, что нельзя запрещать... Ну, для какого-то художественного контента, да? Для того, что имеет художественную ценность. А это, естественно, касается не только кино. Я бы даже сказал, что... Почему, пожалуйста, ферст так? Я бы даже сказал, что это в большей степени касается, наверное, не кино, а даже литературы. Потому что, ну, кинофильмы, они тоже кинофильмом рознь. И бывают такие кинофильмы, где, в общем-то, ради мата все и сделано, да? Простите меня, а Пушкин? А Пушкин это один из первых и самых великих матершинников в штабе. Вот тут как раз действительно проблема. Что если запрещать, ну, так вот, просто всех под одну гребенку и сразу, да, то это, естественно, неверно. Потому что, ну, как выкинуть там мат из какого-нибудь классического художественного произведения? Это невозможно, это неправильно, потому что... А как его процитировать по новому закону? Ну, просто-напросто цитируя классика, да, какого-то, к сожалению, не помню какого, и в вольном переложении. Ну, вот, в общем, суть в том, что, как бы, невольно посчитаешь сволочью того человека русского, который хотя бы иногда не матерится и не пьет. Невольно задумаешься, а не сволочь ли он. По-моему, там примерно так звучало. К сожалению, не помню, кто это сказал. Но, по-моему, кто-то из достаточно известных писателей или что-то в этом духе. Вот. Поэтому, вот, в художественном произведении, да. Но потому что, если это качественное художественное произведение, то там мат не ради мата. Там мат ради раскрытия характера персонажа. Мне очень понравилось мнение одного ребенка. Опять же, ролик в новостях, да, показывали. И, кстати, давай все-таки двигаться немножечко и что-нибудь искать интересное. Я предлагаю, как бы данж найти. Ты данж сразу увидишь, да. То, что это данж, сразу поймешь, что это вот он. А они отличаются, то есть это постройка посреди леса. А, это именно будет структура. Да, то есть это будет прям строение, они разные. Только надо бы не потерять друг друга еще при этом. Да, поэтому давай двигаться так быстренько, вот, периодически срубая вот эти деревья, мы из них что-нибудь построим у себя там наверху. А это какая-то особенная древесина, да? Она не особенная, просто она мне очень нравится. Я ее зеброй называю. Вот, собственно говоря, мне очень понравился, опять же, новость, опять же, ролик. И там рассказывают, что в какой-то там деревушке... Встали младенца. Да, там, ну не деревушки, но город какой-то, вот. Там есть школа. Давай возьмем средний вариант поселок городского типа, предположим. Нет, там именно город был. Я в первый раз ошиблась, когда начали. Вот, и, собственно говоря, там есть школа, в этой школе преподают мат. Но преподают не в том плане, что заставляют детей материться, да? А преподают в том плане, что детям объясняют значение мата, еще что-то. Вот это правильно. Им это объясняют, и они, понимая смысл этого... Они понимают, зачем это. Они перестают материться на корню, потому что они начинают узнавать вообще, что это такое. Это правильно. Вот это я считаю правильно, потому что я считаю, что очень часто, там, особенно маленькие дети, да, они матерятся, не понимая смысла, да? Не только не понимая смысла. И не понимая, зачем это могло бы быть использовано. Да, они еще и матерятся иногда под влиянием. А этим детям, им помимо того, что им объясняют, что за мат такое, да, что это такое, как-то это, им еще и педагоги, и психологи объясняют, что вот, а вы не поддавайтесь на провокации. То есть они очень правильно подошли к преподаванию, я считаю, и действительно, мне кажется, из этого какие-то есть плоды у такого преподавания. Мне лично понравилось, вот как это все там поставлено. Вот я полностью с тобой согласен, потому что я считаю, что это могло бы положительно повлиять на, ну вот именно на человека, на этапе его формирования, да, там, как личности, просто там на этапе формирования его словарного запаса. Если бы он сразу изначально понимал, там, ну, максимально изначально, там, понятно, что каждый в разном возрасте, наверное, с матом знакомится, но если изначально человек бы понимал, что такое мат и для чего его, ну, принято использовать, да, для чего его можно использовать, для чего он, в принципе, в языке существует, эти слова, то тогда, конечно, он, ну, это все равно, что, значит, все равно, что вот инструкция к какому-нибудь сложному прибору, потому что мат это, наверное, все-таки можно сравнить именно со сложным прибором. Понимаешь? А если человек, в общем, не знаком с этой инструкцией, то тогда получается, что он не способен эффективно и правильно использовать, ну, вот этот, собственно говоря, прибор. Вот, что я хочу сказать. Ох, ты ж ешки-матрешки, на какой данж мы с тобой напоролись. Где? Вот там вот, если ты нажмешь X, ты по мини-карте увидишь спереди такую квадратик начинающийся, да? М, о, да, вижу. Вот, это обиталище Наги. Это один из самых сильных мобов. Я думаю, мне там не понравится, да? Ну, мы с тобой сдалека на нее посмотрим, и я уже в который, в который раз, в котором летсплеи, в котором я так или иначе прохожу, вот, то в Трилайт я обещаю вернуться и навалять меня. Но не раз у меня возвращалось. Да, то есть, ну, так получается, что пока не получается, вот. Поэтому давай мы с тобой сейчас вместе пообещаем, действительно, разовьемся, да, в этот летсплей не закончим. Вот, а разовьемся и, короче говоря, с хорошей броней придем сюда еще раз. Подготовленный, да, уже с какой-нибудь, как терминаторы. Тут есть роботизированная броня? У нас Индастриал появится, как только обновится под 1.5, пока Индастриала здесь нету в этой сборке. Вот, единственный вариант у нас с тобой, это найти данжи, в которых лежат листики, и сделать броню, местную броню. Вот, местная броня, она может нам помочь. Я бы хотел роботизированную броню со встроенным пулеметом, пожалуйста. Заверните. Такого нету. Вот, можно снизу прокраситься. Что-то а-ля порталган было у нас. Так, ну вот здесь точно Нага живет, но вот вопрос... Да, где-то здесь она. Вон она, видишь ее? Я вижу ее хелсбар. А теперь? Сейчас я залезу повыше. Ё-моё, нифига себе, что это такое? Я ухожу отсюда. Это Нага. Кто вы такие? Я вас не звал. Забирайся повыше. Это еще, причем, Нага-сегмент. Да я вижу там, мне и так хватает, знаешь ли, зрелища. Какой-то китайский дракон. Не-не-не-не-не, для своей безопасности забирайся. А, для своей безопасности? Ты бы сразу сказал. Просто забирайся, посмотрим. Быстрее, 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 быстрее. Давай, 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 давай. Вверх, вверх, вверх. Еще выше, что ли? А как мы слазить оттуда будем? Она нас сама отсюда спихнет. Зачем мы тут вообще сюда пришли, если она нас сама отсюда спихнет? Я тебе хотела показать. Кто говорил, что тебе становится скучно через месяц игры? Ты попробуй вот с такой хреновиной, справься. Как я отсюда буду слазить теперь? Ух ты ж, е-мое. Какая красавица. Ну, зато мы сейчас понаблюдаем хотя бы за ней. А это у нее? Ага. А если вот интересно в нее сейчас стрелять? Вот в плане этими стрелами. То есть изолироваться от нее? Я надеюсь, что у тебя нет стрел. И мы не сможем это проверить. Почему? Ты не хочешь ее убивать? Мне страшно. Не, ну вообще стрель, ничего. Не, у меня с собой сейчас нет. У меня стрела есть, лука нет. А, у меня тоже две стрелы есть. Из каких-то скелетов. Все. Опасная штука должна быть. Ну, видишь, у нее полоска босса. Она босс. Ну да, я вижу вот у нас мод, который позволяет видеть здоровье. И там много-сегмент тысяча здоровья. И это что, у каждого сегмента тысяча или все-таки у всей? Я думаю, у каждого. Судя по тому, как мы в прошлый раз вышибали. Мы в креативе, причем вышибали с Катюшкой. Стрим был. Вот. А кто там снизу? Ты, главное, здесь, а там кто-то тоже в шлеме снизу. Это скелет. А, это скелет? Что, конечно. Вот сейчас вот, да, на Тифане посмотрела, а там скелет. А до этого показалось, что это. Что это я. Ну да, похоже, немножко сверху и сзади вылитый ты. На железный шлем. Так. Олени тусуются. Ну, давай вернемся все-таки, пока мы наблюдаем за Нагой, к обсуждению мата. Давай я тогда объясню. Смотри, ты, в принципе, насколько я понимаю, объяснила, почему ты против запрета. Потому что этот запрет может быть использован в неправильных целях. Да. Не по-христиански могут поступить. Вот. Ух ты, что-то она там. Страшно. Ну ладно. Почему я за? Во-первых, потому что, ну, чтобы избежать, скажем так, вот именно распространения. Да. Ну, то есть, зачем популяризировать? Я не говорю сейчас о том, что там нужно в СМИ запретить там 20 каких-то там условно слов. И этот запрет означает, что до этого все они там применялись поголовно. Естественно, это не означает, что... Ну, это то же самое, как закон, да? У нас же запрещено, например, убийство. Но это же при этом не означает, что все подряд убивают друг друга. И поэтому пришлось запретить. Запрет, он необходим для того, чтобы... Ну, не знаю. Нужно ли объяснять вообще, для чего необходим запрет? Для того, чтобы был порядок. Ты что, полезла с ним драться, что ли? Да. Я смотрю, у тебя уж половина здоровья. Тебе не кажется, что пора уходить? Ты же, ты от нее кусок оторвался от наги? Ага. Так вот, я хочу сказать, что на самом деле запрет такой хорош, потому что он в некотором роде тоже оберегает, в общем, несформированную, например, психику детскую от вот этой лексики. Почему бы нет? Хотя бы так. Потому что я считаю, что это все-таки нужно делать. Нужно как-то заниматься воспитанием. И пусть таким вот образом может быть пока что не очень там хорошо, не знаю, реализованным, сформулированным. Но тем не менее, это все равно, мне кажется, то, как это звучит, да, сами вот эти лозунги. Пусть они популистские, но лозунг-то правильный. Что мы должны оградить от этого тех, кого следует этого ограждать. Да, там, не знаю, детей прежде всего. Потому что, ну, хотя тут тоже с другой стороны, вот, например, был недавно тоже какой-то закон там, или поправка очередная к закону о запрете пропаганды, по-моему, там, некой среди детей. И там доходило до того, что вплоть, там, не знаю, должны были замазывать сигареты в «Ну, погоди, у волка». Да. Но это же тоже неправильно. Ну, то есть, понятно, что там были сделаны в итоге исключения, да, там, для конкретных, там, каких-то вещей тоже связанных с культурой. Но это иллюстрация того, о чем ты говоришь, да, что это может быть трактовано неправильно, естественно. А в России прям увлекаются неправильно трактовка, вот чем я не привешиваю. Причем, к сожалению, в корыстных целях. Часто в корыстных целях. Ну, хорошо, пусть будет часто в корыстных целях. Но я еще раз повторюсь, да, что это же не говорит о том, что не нужно из-за этого ничего вообще подобного вводить. Это говорит о том, что нужно хорошо работать над формулировками, чтобы они были, чтобы их можно было трактовать только определенным образом, правильным образом. Но, к сожалению, да, нужно признать, что очень часто они могут быть трактованы неверно. Но, что еще хочу сказать, что любой запрет, он на самом деле приводит к развитию. Ну, вот, например, смотри, запретили, скажем, там, журналистам, не знаю, как-то выражаться, например. К чему это приводит? К тому, что они начинают использовать из зопов язык. Почему бы нет? Синяя слона сзади. Я видел, да, я сейчас как раз на них иду. Кобальты. О, пшеница выпала, как ты и говорила. Еще пшеничка. Ты там, кстати, ногу почти завалила. Как ты это сделала? Я поднятия тебе, я предлагаю тебе присоединиться, и мы я тоже сейчас покушал, мне кажется, можно даже попытаться ее подвалить. Я как-то фигу не знаю, как у меня это получилось. У нас френдли файр отключен, да? Да. А ее нужно по голове валить? А я не знаю, я просто куда-то попадала. Я меч сломалась. Так. Ну-ка, иди ко мне, моя киса. Что-то я ее просто перестала бояться. Так вот, в общем, смотри, я считаю, что вот подобного рода запрет, он хорош, потому что он приводит к тому, что его приходится избегать тем людям, которые... Еееее! Класс. Тем людям, которые ранее под него подпадали, это, скажем так, знаешь, вот как своего рода естественный отбор. Вот для тех людей, ну скажи, смотри, предположим, что была там некая прослойка людей, которые, не знаю, профессионалы профессионально занимались матершиной. Ну, например. Я не знаю, кто это может быть, но думаю, что что-нибудь подобное можно придумать. Да не знаю, куда далеко ходить, там, YouTube-контент, например. Множество есть контента на YouTube с матами. Насколько я знаю, что... Всякие стендап-шоу. Ну, я, к сожалению, не в курсе, я как бы вот за рамками всего этого пребываю, поэтому я думаю, что нашим зрителям даже виднее. Обзорщики, стендапщики, да, тот же комедий, тот же Роман Трактенберг. Ну, от Роман Трактенберге о нём либо хорошо, либо ничего. Ну, я о нём хорошо. Я просто говорю о том, что в данный момент, да, что он, как сказать... Да, он занимался этим профессионально. Да, он представитель этой братией, которая эксплуатирует мат в коммерческих целях. Вот, вот, вот. Понимаешь, об этом я и говорю. И подобный запрет, он позволяет отделить людей, которые действительно являются профессионалами, от тех, кто профессионалами не является и просто паразитирует на теме мата. Тот человек, который действительно что-то из себя представляет, он сможет от мата отказаться, но при этом заниматься точно такой же деятельностью и даже высказывать точно такие же мысли. Просто он будет использовать тот же самый из опов-язык и насказательность. А тот, кто не способен, тот, кто способен просто-напросто на мат, он отсечётся. Он просто отсечётся и всё. Но это будет просто-напросто доказательством непрофессиональности этого, собственно, человека. Если он не способен выразить свои мысли без использования мата, то, соответственно, он не способен... на продолжение своей деятельности и какое-то развитие себя как личности. Вот как я считаю. Ну, твое мнение понятно, но, понимаешь, мы все-таки в России. И все-таки большая вероятность того, что к сожалению, что какие-то такие запреты будут использованы не в тех целях, в которых надо было. Ну, это понятно, что во-первых, тут тоже можно сказать, что в нашем случае, в российском, строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения, как известно. Это во-первых. А во-вторых, да, печальный момент, конечно, заключается в том, что скорее всего у нас, как обычно, накажут не тех, кто виноват, и наградят тех, кто не причастен. Вот. И так всегда. Ну, обычно так бывает, конечно. Это, конечно, грустно, но... Скажи, пожалуйста, Лена, а ты где я хороша, на мой взгляд? А я уже высказал, конечно, свою точку зрения. Эта точка зрения классика. Я вот абсолютно точно с ней согласен. Это я по делу. А вот ты материшься? Да. Что ты скажешь, если... Вот мне очень понравилось, кто-то разговаривал со священником когда-то, и, к сожалению, не помню, откуда это, и у священника спросили, батюшка, а что вы скажете, если вам на ногу резко упадет большая чугунная фигня? А вот серьезно. И батюшка честно признался, да, да, выскажу свое. Это... Ну, да, я священслужитель, ну, так это ж чугунная фигня на ногу. Да, да. А вот ты что скажешь, если перед тобой резко кирпич упадет? Я... Я в этом, понимаешь, и в этом я с тобой полностью согласен, что как бы... Это не ответ на вопрос. Ты давай отвечай. Ну, я... Велика вероятность того, что я действительно воспользуюсь матом. Ну, по какой причине? Потому что, скажем так, трудно подобрать соответствующее случаю емкое изречение. То есть мат — это соответствующий случаю емкий радиологизм. Иногда я считаю, что это так. Потому что в определенных ситуациях действительно быстрее, чем матом, определенные эмоции свои не выскажешь. А у тебя еще не возник немой вопроса, что я делаю и почему я это делаю? Ну, я думаю, что ты добываешь какой-то очередной камень, который тебе нравится. Да, я очень хочу вот из этого змейку построить у нас там. Как тебе такая идея? Так может нам змейку туда выкапывать, а не всю стену? Ну, давай. Давай я тоже туда присоединюсь. Вот. Вот, и, собственно говоря, мне кажется, нам с тобой пора закругляться. Вот. Мы с тобой сегодня еще должны поиграть в Оркс Маздай. Да, обязательно. Вот, мы еще поиграем в это. Оркс Маздай 2. Да, Оркс Маздай 2. Это очень важно. Вот, очень такая забавнейшая игрушечка. Мне она прям понравилась. И мы пойдем с Леммингом выбираться и с Твилайтом. То есть выберем себе поверхность. И побыстрее. Я буду бежать. Нет, ты не расстраивайся. Вот Нагу, если бы мы к ней не подошли, не потревожили бы ее, она будет и сидела. Мы бы не узнали, что ее можно убить. И это, кстати, тоже. Я вот почему-то была в полной надежде, что она пипец воплотила. Потому что, знаешь, это все влияние боссовского хелсбара. Он как-то сразу пугает, да? Хотя, вроде бы, оказывается, там всего лишь тысяча. Она меня несколько раз наполовинку вынесла, и я ее просто покоцала. То есть, главное не бояться, главное, волнувши мечи и железная броня. Даже я присоединился. Да, уж насколько ты не любитель. Приключений в Майнкрафте, да. Вот, собственно говоря, ребята, вот воочи вы увидели, что, имея шкодливое, как сказать, не шкодливое, а, в общем, даже... Пытливый ум. Как я, нет, я хотела сказать другое. Сыкуном, как я, даже будучи вот таким вот боящимся человеком, но имея железный сет и алмазный меч, вам вполне этого хватит, чтобы вынести ногу. Вот как ни странно. Вполне, спасибо. Я думаю, то же самое для жизни будет характерно. То есть, вполне странно. Имея алмазный меч и железный сет, много чего, много чего можно добиться, я уверен. Итак, дорогие зрители, пожалуйста, ставьте в комментариях ваше мнение насчет мата, материтесь ли вы. И, как всегда, напоминаю, что заявку на съемку можно оставить в теме. Ссылочка в описании под видео. У меня, у Лемминга, не наносилуйте Лемминга по этой теме, это все ко мне. Вот. И если у вас есть какое-то интересное мнение или тема для разговора, то обязательно напишите ее. Это будет таким ярым отличием вас от толпы других заявок, и мы вас с Леммингом выберем. Выбираем вдвоем с Леммингом. Да, и не пишите, что у меня есть тема, но я ее не скажу, пока не свяжетесь со мной. Собственно говоря, да. То есть, вы... Это... Это сразу минус, как-то, знаете. Да, то есть, никто ни у кого воровать ничего не будет. Конечно. Просто вы пишите тему, она понравится, и мы именно эту тему и выберем, и вас вместе с вашей темой. Поэтому, собственно говоря, привязалась ко мне это, собственно говоря, кошмар. Ты меня, то есть, говори, чтобы я это не говорила. Не говори так, Италия, не говори так, не надо. Да, и... Собственно говоря, ну ты, Господи. Надо заканчивать серию. Заканчиваем серию. Помогай давай, заканчивай серию. Ну что ж, друзья мои, я вот скажу вам следующее. По поводу мата, да, раз уж это у нас официальная тема сегодняшней серии, то я выскажу свое мнение. Старайтесь все-таки в повседневной своей жизни мат не использовать, ну или если уж вам очень хочется, то используйте его, во-первых, правильно, и во-вторых, только тогда, когда без него не обойтись. Это знаете, как вот... Никак. Как черный пояс по карате. Его можно использовать только в крайних случаях. Точно так же, как идеальное знание, не знаю, там, русского языка и грамматики. Я считаю, что идеальное знание русского языка и грамматики это как черный пояс по карате. Можно использовать только в крайних случаях, в идеале даже только для самообороны. Мне очень понравилась твоя аналогия с черным поясом, но она мне по-другому понравилась. Я просто к черному поясу отношусь как к оружию. То есть человек имеет черный пояс, он самое главное... Забери, пожалуйста, если у тебя инвентарь неполный. Вот здесь вот горшок, саженцы, конопы, оленятину. Ну, короче говоря, что понравится из такого. Ну, всякую фигню нас убираю. Да, то есть, в общем, все, что понравится, все самое вкусненькое, забирай. И мы пошли выбираться из Твилайта в Верхний мир. У нас в Верхнем мире еще есть дела. Вот, интересно. Вот, у нас в Верхнем мире еще дела есть, и ждите в ближайшее время прохождения или просто игры. Я, к сожалению, еще не знаю. Ну, как минимум ознакомление. Да, Dark Orgs Mastike 2. Mastike 2, да. Я не знаю, насколько это игра на прохождение или она какая-то другого режима. Ну, и можно пройти. Но мы в ней проиграем, да. Причем вот прямо сегодня, а вы увидите это в ближайшее время. Всем пока, с вами был Италия. И Сибирский Лемминг. До свидания, друзья. Всем пока.